МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Пришло время подвести итоги первого рабочего дня в студии Олег Итанзейский новости начинаются. Наринмарский городской суд определил меру пресечения для троих жителей Архангельска. В феврале этого года в столице региона они совершили жестокое преступление. По версии следствия, тогда в ходе совместного распития алкоголя между мужчинами произошла ссора. В результате обвиняемые сначала избили своего приятеля, а затем совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера. Через какое-то время потерпевший от полученных травм скончался на месте преступления. Судебное заседание по громкому уголовному делу назначено на 16 августа. Все это время обвиняемые будут находиться под стражей. Министерство экономического развития предлагает учесть повышение НДС в тарифах на услуги ЖКХ. Это необходимо для того, чтобы не ухудшилось финансовое состояние коммунальных организаций, сообщили известием в пресс-службе ведомства. При этом, несмотря на увеличение суммы платежки за ЖКХ, сами услуги не подорожают, а их поставщики не получат никаких дополнительных средств. Возрастет только величина налога, включенного в платеж. В противном случае убытки коммунальщиков за 2019 год могут достичь 100 миллиардов рублей, а объем долгов в отрасли вырастет до полутора триллиона. В Минэкономразвитии подтвердили, что нововведение может вступить в силу уже в следующем году. Напомню, ранее Госдума и Совет Федерации одобрили правительственный законопроект, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Другим темам в регионе разработана новая система повышения эффективности работы местных предприятий. Об этом Александру Цибульскому доложила вице-губернатор Евгения Калашник. В частности, по ее словам, принципиально изменилась система взаимодействия органов власти с окружными учреждениями. Отныне на постоянной основе проводится мониторинг деятельности предприятия, финансовые результаты каждого из них и текущие проблемы теперь будут рассматриваться ежеквартально специально созданными комиссиями. Ранее о своей деятельности организации отсчитывались раз в год и, по мнению Евгении Калашник, эти мероприятия носили формальный характер. Глава региона поинтересовался, в каком состоянии сейчас находятся предприятия принадлежащего округу. Стагнация. Совершенно это либо это плавный нулевой уровень. У ряда предприятий проблема в том, что даже не было плана развития. То есть есть проблема, а как ее решить? Это либо уходило в какой-то затяжной элемент, то есть не было никакого плана развития предприятия, не было никаких путей решения. Более того, даже о ряде моментов не было связки никакой между профильным департаментом и, например, управлением по тарифам нашим или управлением по имущественным и земельным отношениям. То есть так или иначе могли быть приняты решения, которые либо проблему уводили в сторону, либо это вообще могло бы привести на самом деле к материальным проблемам. Мы это видели на ряде, скажем так, наших проблемных предприятий, которые в округе достаточно наслышаны. Но и сейчас, если не принять какие-то решения, проблемы могут быть усугублены и привести в том числе к материальным потерям. Вот чтобы этого не допустить, мы приняли такое решение. Обсудили стороны и финансовое состояние сельхозпроизводственного кооператива «Рассвет Севера», который базируется в Харуте. По словам Рио-губернатора, на предприятии сложилась непростая ситуация. Всему виной неэффективное управление. Сегодня предприятие находится в глубоком кризисе. Тем не менее, для Харуты это такое абсолютно образующее предприятие. И нам ни в коем случае нельзя бросать этих людей, которые там работают, наедине с их проблемами. Я бы здесь просил обратить особое внимание на то, чтобы это предприятие все-таки посмотреть, каким образом можно было бы обеспечить соблюдение прав работающих там людей. И второе, это, конечно, предприятие «Нарьянмаркдоремстрой», которое у нас находится. Мы сейчас с вами договорились, начинаем процедуру финансового оздоровления предприятия. Я еще раз хочу подчеркнуть, что здесь не идет ни в коем случае речи о банкротстве этого предприятия. И те процедуры, которые мы сейчас запустили, как раз наоборот должны привести к тому, чтобы это предприятие вышло на нормальную траекторию развития. Сегодня оно находится в колоссальных долгах. И наша с вами задача заставить его с одной стороны работать, приносить прибыль, создавать рабочие места, и чтобы люди, которые там работали, продолжали приносить пользу. Вот эти два предприятия я прошу особо внимательно, вот сейчас в такой краткосрочной перспективе, к ним подойти. В заключении Евгения Калашник отметила, что работа по этим двум предприятиям ведется фактически в ручном режиме. По каждому из них разрабатываются антикризисные планы, которые представляют собой комплекс мер для выхода на положительный финансовый результат. Теперь о предстоящем едином дне голосования. В четверг, 9 сентября, в Ненинской ТРК распределят бесплатное эфирное время на телеканале «Север» и радио «Север-ФМ» между партиями и кандидатами-одномандатниками, принимающими участие в сентябрьских выборах в собрании депутатов Ненинского округа. В жеребьевке допускаются как кандидаты, так и их официальные представители, полномочия которых подтверждены соответствующими документами, а также уполномоченные представители избирательного объединения. Итак, напомню, распределение бесплатного эфирного времени состоится 9 августа по адресу улица Ленина, дом 25А. Второй этаж – это здание Ненинской телерадиокомпании. Начало в 12 часов дня. В Ненинском округе отметили главный праздник кочевников. Торжества по случаю Дня оленя в общинах региона шли всю минувшую неделю. Традиционно жители Тундры соревновались в метании тынзея, прыжках через нарты и, конечно, определяли самого быстрого погонщика упряжки. Ну а главное – принимали подарки и поздравления. Одними из первых День оленя отметили представители общины Канин. Оттуда репортаж Алины Волчейской. Долгожданный борт встречают всей общиной. Этим вертолетом в Канинскую тундру привезли продукты, медикаменты, посылки от родных и, конечно, подарки. Для кочевников День оленя – это своеобразный Новый год. Время отдыхать, обмениваться подарками и встречаться с родными и друзьями из соседних бригад. Александра Латышева добиралась сюда два дня. На оленях, конечно. Любовь к кочевому образу жизни у женщины в крови. Она родилась в тундре, в тундре выросла, а после окончания университета вернулась в стойбище. Ну, было время, это сейчас вот стало у всех тарелки, сапоги там еще. Было время, когда вот у людей даже, блин, на ноги одеть. Не то, чтобы что-то лишнее скушать, у них даже на ноги одеть не было целых сапогов. И такое время было пережили. Живут тундровики в брезентовых палатках. Говорят, это практичнее, чем традиционный ненецкий чум. Малыши кочуют вместе с родителями. По словам врачей, которые в рамках праздника прилетели обследовать оленеводов, дети очень крепкие и физически развитые. Они же живут в гармонии с природой. Вот, в общем-то, правильно питаются достаточно. Вот, поэтому, конечно, в основном-то здоровые. У них нет, может быть, таких вот болезней цивилизации, которым подвержены дети, живущие в городах. В составе передвижного медицинского отряда, помимо терапевта и педиатра, стоматолог и УЗИ-диагносты. Здесь же кочевое население сдает анализы и даже проходит флюорографию. По другую сторону стойбища соревновательная площадка. Мужчины метают тензей – веревку, которой жители тундры ловят оленей. Задача максимум – попасть на хорей – деревянный шест, которым гонят упряжку. Дается несколько попыток. Для хорошего результата здесь нужна не только меткость и сила, но и набитая рука. Ну а сразу после заката возле бригады появляются виновники торжества. Эти олени – элита общины. Въездовых быков выбирают самых диких животных. Они сильнее, выносливее и быстрее остальных. У каждого погонщика своя упряжка. Причем оленеводы знают животных и с легкостью находят среди нескольких сотен рогатых хозяев тундры пять своих. Именно столько оленей запрягают в упряжку. Семен Волучейский в соревновательных заездах участвует впервые. Молодому человеку всего 17, сейчас он учится в 10 классе. Но как только окончит школу, собирается вернуться в родную тундру. Тут все равно как-то все свое. Я все равно думаю, в город как-то не хочется, неохота в город ехать. Тут все равно свое. Когда олени запряжены, кочевники выдвигаются на трассу. Она расположена в низине, на болоте. На сопках собираются болельщики. И вот флаг сигнализирует о начале главного соревнования в тундре. Самая зрелищная и яркая часть национального праздника гонки на упряжках начинается после заката. Когда на землю ложится раса, по сырой траве олени скользят легче и быстрее. Кстати, максимальная скорость, до которой может разогнаться животные 40 км в час. Стартует по одному, длина дистанции 100 метров. И это только на первый взгляд кажется, что в заездах все просто. Понятие фальстарт и дисквалификация оленеводам знакомы. Например, если вожак, это главный олень в упряжке, подпрыгнул на старте, погонщик автоматически попадает в разряд проигравших. Соревнования закончились только на рассвете. На этом праздник завершился. А теперь кочевники будут готовиться к долгой и тяжелой зиме. И продолжать нелегкое многовековое дело своих отцов и дедов. Профессиональный праздник кочевников масштабно отметили и в общине Ямто. Это самое крупное хозяйство региона по численности поголовья. Стадо превышает 13 тысяч рогатых животных. Традиционно там провели соревнования по прыжкам через нарты, тройному национальному прыжку, метанию тензея, нахарей и гонке на упряжках. После с главным праздником жителей Тундры поздравил временный исполняющий обязанности в губернатор Александр Цибульский. Он отметил, оленеводство – сильно недооцененная отрасль местной экономики. Ее нужно активно развивать. Я действительно считаю, что те люди, которые сохранили традиции, пронесли их через много-много лет и сегодня живут тем традиционным видом жизни, которым, может быть, жили их предки сотни лет назад. Это очень интересно, потому что я не раз говорил, что оленеводство в моем понимании – это сильно недооцененная отрасль экономики, экономики региональной в целом, ну и, конечно, традиционного вида деятельности. Понятно, что в силу особенностей нашего округа, мы все их прекрасно знаем, не буду их много раз повторять, многие экономические проекты в наших краях запустить довольно сложно, исходя из тех издержек, которыми они сталкиваются, логистики, северного удорожания и так далее. Но есть те вещи, которые являются традиционными, что называется, вот они прямо рядом с нами, и вот они-то и должны стать точками роста. И здесь, мне кажется, наша задача создать для наших оленеводов, а в первую очередь для таких традиционных семей, которые, по сути, оленей делают это много-много лет и действительно добиваются высоких результатов и в качестве мяса. И сегодня, наверное, в мире уже сложно найти продукт, который был бы настолько экологически чистым, органическим. Эти олени ничего в жизни, кроме ягеля и высококачественной травы, не пробовали, и по соответствующему качеству здесь мяса. Поэтому, если возвращаться к тем эмоциям, то я действительно получил колоссальное удовольствие. Я в первую в жизни попробовал поуправлять оленей упряжкой. И мы пообщались, мы пообсудили все проблемы, которые есть у наших друзей. Надеюсь, что в ближайшее время многие из них мы уже начнем решать. В завершении праздника глава региона передал председателю общины Ямпто Бензопилу. Федор Накретер, в свою очередь, подарил в Рио губернатора одного из своих оленей. Увозить его Александр Цибульский не стал, но пообещал непременно следить за судьбой животного во время будущих посещений хозяйства. В Наринмаре впервые в истории прошли соревнования по любительскому автослалому. Их организатором выступило молодежное движение «Адреналин Нау». Участники должны были максимально быстро пройти извилистую трассу, обозначенную конусами. Показать свои навыки вождения решили с порядка 20 человек. Это владельцы абсолютно разных автомобилей, внедорожников, седанов и универсалов. Ну а самой необычной машиной конкурса стал 50-летний ГАЗ-21 в простонародье «Волга». Все подробности прямо сейчас. «Восьмерка», «Змейка», «Крутые развороты», «Повороты» и многое другое. Эти задания участники соревнований должны были пройти на время и в ограниченном пространстве. Маршрут получился в меру сложным и проходил на асфальтированной площадке рядом со зданием Центра арктического туризма. В целом мероприятие прошло очень хорошо. В целом прошло все гладко. Это была самая главная задача, наверное, с моей стороны, со стороны турцентра. А все организовать так, чтобы не было никаких нюансов, никаких, самое главное, травм. Все прошло просто безупречно. Никто не пострадал, ни одна машина никакие повреждения не получила. Организатором первого в истории региона автослалома выступило молодежное движение «Адреналин НАУ». Его руководитель Андрей Фролков давно вынашивал идею подобных соревнований, поскольку сам занимался автослаломом и картингом. Захотелось развивать автоспорт в городе. Хотел это делать давно, но планировал. Были помехи, сложности. В итоге я собрался, сделал, подтянул людей, нашел место. Большое спасибо администрации турцентра. Вот, помогли. Машины поделили на три класса в зависимости от привода. Полный, передний и задний. Во всех категориях участников набралось порядка 20. Из них всего две девушки. Алена Людвиг – автолюбитель со стажем. За рулем чувствует себя уверенно, и трасса показалась ей более чем легкой. На самом деле я думала, что там для внедорожников будет какая-то отдельная трасса. Мы поездим по лесу, по тундре погоняем. На самом деле, чтобы действительно для внедорожников было что-то такое динамичное, захватывающее. С кучей грязи там, ну, такое что-нибудь захватывающее. Но на площадке, на площадке, по большому счету, разница для внедорожников полного привода, за исключением редких автомобилей, которые были там пенсионного возраста или лифтованное, то, как бы, в принципе, все в равных условиях. Условия и в самом деле для всех одинаковые. Наличие собственного автомобиля, водительского удостоверения и страховки. Впрочем, двое участников регистрацию не прошли. Возникли проблемы с документами. У меня было небольшое опасение, я несколько раз задал эти вопросы насчет безопасности, что это не будут ралли на скорость, а именно на мастерство вождения. Они мне заверили, что ничего подобного не будет, ну, исходя из условий соревнований и технической подготовки автомобиля. И сегодня я убедился, что действительно все это достаточно безопасно, если участники соревнований соблюдают правила. Этим летом в Центре арктического туризма проходит целая серия мероприятий. И автославом одно из таких событий. Основная цель популяризации автомобильного спорта в Наринмаре – пропаганда безопасного вождения на дорогах и здорового образа жизни. Уже этой осенью организаторы планируют провести еще одни подобные соревнования. В будущем я бы хотел провести такие мероприятия не раз в году. Я думаю, может быть, осенью можно провести, когда больше жителей вернется из отбузков, и будет больше автомобилей, сделать это мероприятие помасштабнее. Может быть, несколько этапов, несколько разных соревнований и развлечений для малышей. По итогам соревнований лучшее время в трех категориях показали Константин Крючков, Юрий Юшманов и Дмитрий Дышаков. Последнему участнику принадлежит еще и рекорд трассы. Он прошел круг за 32 с небольшим секунды. Среди женщин первое место взяла Ксения Вокуева. Помимо прочего, отдельным призом зрительских симпатий был награжден раритетный автомобиль «ГАЗ-21 «Болга». Александра Литкова, Владимир Рожин, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok